Ограничения в аэропорту продлили еще на месяц. Таким образом, вход в здание аэрогавани все также разрешен только тем пассажирам, у кого есть посадочный билет, персоналу и экипажу самолетов. Об этом сообщили представители аэропорта. По их данным, меры действуют до 30 ноября этого года. Пассажиров призывают пребывать минимум за три часа до запланированного рейса, чтобы выполнить необходимые для поездки формальности и избежать опоздания на рейс. Напомним, что начиная с 1 мая доступ в терминал запрещен для провожающих и встречающих. Тогда было объявлено, что эти меры связаны с тем, чтобы обеспечить оптимальный комфорт и безопасность для всех путешественников. Многие пассажиры жаловались Пятому каналу, что из-за таких условий безопасности и, соответственно, образовавшихся огромных очередей, они не успевают на свой рейс. Другим же приходится часами ждать регистрации. При этом родственники путешественников были недовольны тем, что им приходилось находиться на улице под палящим солнцем или под проливным дождем и что не было создано даже элементарных удобств. Экономический эксперт Вячеслав Янице также раскритиковал это решение. По его словам, Международный аэропорт Кишинева стал национальным позором. Он сделал это заявление после того, как ему пришлось ожидать на улицу у входа в здание аэропорта двух прилетевших в страну иностранных экспертов.